Майора Сабину Адамян отправили в камеру по делу о взятке. Следователь МВД, согласно материалам дела, требовала деньги за содействие в развале дела по статье 193 «Незаконный вывод денег за рубеж». Адамян сначала 6 миллионов просил, а сторговались на меньшей сумме. Линию поведения бизнесменам диктовали чекисты. Они же передали деньги, точнее куклу, которую следователь Сабина Адамян взяла. О нюансах этой истории Владислав Беляков прямо сейчас расскажет. Сабина Адамян просит друга семьи позаботиться о своей пожилой матери, старшего следователя у МВД Фрунзенского района, теперь уже бывшего. Только что арестовали до 18 декабря по подозрению в получении крупной взятки. Обвиняемая умоляла не заключать ее под стражу, говорила, что просто оступилась, просилась под домашний арест, к маме. В какой-то момент потеряла самообладание и начала рыдать. Судья попросил телекамеру покинуть зал, но все было слышно, даже в коридоре. Сабина Адамян работала в этом здании на Растанной улице, в отделе по расследованию неочевидных преступлений. Проще говоря, глухарей. Адамян и ее коллеги вели дело о выводе денег за рубеж. По версии следствия, майор юстиции намекнуло двоим бизнесменам, что ответственности за свои действия они могут избежать, но за 6 миллионов рублей. Мужчины ее условия приняли и обратились в ФСБ. Перед встречей с Адамян предприниматели получили от оперативников муляж требуемой суммы, прослушивающие устройства и наказ. Сбить цену до 4,5 миллионов, чтобы доказать факт вымогательства взятки. Передать деньги договорились на Кантемировской улице. Ночью в машине Сабины Адамян. Та заподозрила слежку и попыталась сбросить хвост. Долго петляла по выборской стороне, потом высадила того, кто принес деньги и устремилась на крыльцевую. Задержали ее только в Пушкине. На допросе она сразу во всем созналась. Сабина Алькановна, а вы вину свою признаете или нет? Уже признала. По статье «Взяточничество в особо крупном размере» Сабине Адамян грозит до 15 лет лишения свободы. Ей уже предъявили обвинение. Ну я вам клянусь, ну не брал, я взятый. Все, от меня квитан. Евгений Александрович, все в порядке, вы присадите. За последние несколько лет Петербург и Ленобласть потрясли несколько громких дел о взятках. Осенью 2016 областного прокурора Станислава Иванова обвинили в получении 20 миллионов рублей от двух предпринимателей. Обвинение предъявили прямо в больнице. Иванов умирал от лейкоза. Дело прекратили в связи с его смертью. Подполковник Ленинградского отдела Следственного комитета на транспорте Роман Русаков соблазнился взяткой поскромнее в 5 миллионов рублей. За эту сумму он обещал помочь финскому бизнесмену, который незаконно пересек российскую границу, попутно напав на таможенника. Русакову дали 10 лет колонии и оштрафовали на сумму взятки. Ровно год назад был арестован высокопоставленный сотрудник ГИБДД. В видении Михаила Александрова была вся дорожно-патрульная служба Петербурга и области. Следствие посчитало, что Александров обложил данью перевозчиков, получив от них полтора миллиона рублей. Из органов его уволили, вину он не признал. В марте суд отпустил мужчину под домашний арест. Следствие идет до сих пор. Владислав Беляков, степень защиты.